приветствуем вас друзьям на канале Даниила и Ларисы как я часто говорю мы с Ларисой очень любим жареный сыр кстати у нас дозревает камамбер и скоро будет рецепт жареного камамбера с кунжутом и сладким соусом из какого-нибудь варенья но сегодня речь не об этом хотел рассказать про варенье сегодня мы приготовим сыр родиной которого является солнечный кипр сыр халуми в чем особенности этого сыра в том что за счет низкой кислотности сыр очень хорошо жарится то есть у него карамелизуется корочка но при этом температура плавления самого сыра достаточно высокая поэтому он не плавится внутри и вот в этом рецепте мы совместим приготовление сыра но достаточно простое и сделаем жареный сыр с кунжутом и сладким соусом или медом посмотрим чем чем захотим с тем и сделаем но расскажем расскажем обо всем как можно сделать и так и так и так также но сам сыр это свежий вареный сыр то есть технология приготовления его очень сильно отличается от большинства сыров так как процессе приготовления он варится также из этого сыра но его можно и употреблять в пищу просто как сыр допустим он очень вкусный с медом мне очень нравится с медом и с орешками также очень вкусный жареный с чесноком и кунжутом по моему уже говорил еще прикол этого сыра в том что из него можно делать шашлык то есть нарезаем кубики сыра в перемешку с овощами допустим с болгарским перцем с помидорами и жарим на шампурах вот такой такой очень интересный сыр давайте его приготовим дорогие друзья естественно для приготовления сыра нам понадобится молоко несколько слов о молоке мы используем непастеризованное молоко вчерашней дойки используем непастеризованное ну как бы для сыров с плесенью допустим молоко я считаю надо обязательно пастеризовать показывает опыт что очень плохо получается сыры с плесенью из непастеризованного молока этот сыр будем готовить из непастеризованного почему потому что мы доверяем нашим фермерам то есть если у вас есть хоть какие-то сомнения в происхождении молока обязательно делайте пастеризацию делается достаточно просто нагревается молоко но только на водяной бане не в кастрюле на огне ни в коем случае на водяной бане нагревается молоко до 75 градусов здесь вот нагрели допустим потом горячую воду сливаете заливаете в водяную баню холодную воду чтобы молоко остыло еще есть вариант поместить его там большую емкость в таз или ванную там в душевую кабинку и набрать холодной ледяной воды постоянно помешивая молоко остывает до нужной нам до стартовой температуры приготовления сыра и мы получаем уже пастеризованное молоко тогда у нас более гарантированный результат и так варен из шести литров теперь о ингредиентах закваска в этом сыре используется опционально то есть в принципе если используете закваску то используйте мизофильную негазообразующую закваску совершенно любую количество на 6 литров молока закваски фермента я размещу в описании видео далее молокосвертывающий фермент тоже можно использовать любой абсолютно любой можно сычужный можно растительный можно пепсин ну совершенно мы предпочитаем всегда растительный химозин но в принципе предпочитаем его потому что получается более прогнозируемый результат теперь о хлористом кальции если вы делаете из непастеризованного молока хлористый кальций вносится опционно если делаете из пастеризованного то вносить его обязательно почему потому что при пастеризации молекула кальция которая формирует наш сырный сгусток формируют сырное колье они при температуре выше 50 градусов начинают распадаться и у нас получается в пастеризованном молоке недостаток кальция соответственно мы не можем получить нормальный хороший правильный сгусток поэтому если готовите из пастеризованного хлористый кальций обязательно если из непастеризованного опционально мы используем и закваску в данном случае и фермент и хлористый кальций что нам понадобится из оборудования друзья в первую очередь водяная баня традиционно как для приготовления любых сыров на газу нагревать нельзя на электроплитке нагревать нельзя по той причине что когда мы ставим в кастрюлю с молоком на газ донышко у нас нагревается до температуры 250-300 градусов хотя молоко можно нагреть до нужной температуры до 30 градусов но то молоко которое соприкасается с дном оно перегревается соответственно все молочно-кислые бактерии погибают и сыр мы не получим но допустим на гуцульщине в горах вот в карпатских горах гуцулы варят в колыбах в казанах больших ну в таких чанах огромных варят сыр на костре как у них получается я не знаю ну или особый сыр или или они что-то сдают чего мы не знаем мы также из оборудования нам понадобятся вот такие небольшие формы без дна ну в принципе можно и со дном с дном но мы используем формы для камамбера эти формы диаметром 11 сантиметров я их сделал купил канализационную трубу пластиковую обрезал аккуратненько насверлил отверстий и у нас получились формы классического размера для камамбера также используем их для халуми понадобится естественно нож для разрезания сгустка и опционально лира если нету лиры для горизонтального разрезания сгустка если нету лиры ничего страшного справимся ножом также понадобится мелкая манечка для того чтобы процедить молоко друшлачок и ковшик думаю что не лишний будет сказать что абсолютно все что будет соприкасаться с сыром надо обязательно простерилизовать кипятком либо пищевым стерилизационным раствором потому что попадание в сыр любых бактерий совершенно любых оно может кардинально повлиять на конечный результат итак друзья приступим к приготовлению прекрасного сыра халуми у нас сегодня длинный рецепт мы сделаем сыр и потом еще сделаем этот сыр жареный ну не знаю на на гриле или может на сковородке гриль просто сделаем с кунжутом и со сладким соусом поехали процеживаем процеживаем потому что в молочке ну так как это натуральное молоко оно вот вчера было надоено надоено в нем есть небольшие сгусточки густочки из сливок чтобы эти густочки не попали сыр молоко процеживаем также при ну при дойке естественно молоко могут попасть какие-то там инородные инородные тела но нам такого не У нас фермеры очень классные, мы им доверяем, и никогда проблем не было. Еще по поводу молока я не сказал. Сыр можно варить из пастеризованного магазинного молока, но сыр не получится из молока длительного хранения и ультрапастеризованного молока. Так как в молоке длительного хранения присутствуют антибактериальные препараты, и естественно они убьют всю флору, убьют все молочнокислые бактерии, у нас просто не получится нужный уровень кислотности и не сформируется сгусток. Кстати, по поводу канализационной трубы, тут Лариса говорит, зачем ты сказал, что это канализационная, скажут еще, что использованную взяли. Нет, дорогие друзья, ну зачем ты в кадр залезла? В строительном магазине купил совершенно новую канализационную трубу, но просто диаметра пластиковой трубы подходит именно та, которая для канализации. То есть она совершенно новая, совершенно чистая, естественно все это мы делаем в стерильных условиях, поэтому слово канализационная, ну просто как я объясню, допустим, вы захотите сделать себе формы для камамбера такие же, будете искать трубу. То есть эта труба реально для домашней канализации. Включаем нагрев и нагреваем наше молоко до температуры 31-32 градуса. Ой, 90 стоит, это после пастеризации. Как только молоко нагреется, мы с вами вернемся, мы к вам вернемся. Молоко нагрелось до 31 градуса, внесем хлористый кальций. На 6 литров вносим 1 чайную ложку в непастеризованное молоко и 1,5 чайной ложки в пастеризованное. Хорошенько перемешаем. Опционально вносим мизофильную закваску. Рассыпем закваску по поверхности молока, чтобы она регидрировалась или регидратировалась, кому как больше нравится, в общем, чтобы промокла. Количество закваски для этого сыра используется значительно меньше, чем для обычных сыров. Как я говорил, нам не нужна высокая кислотность, поэтому, в принципе, можно обойтись вообще без закваски. Ждем минуту, чтобы закваска хорошенько разбухла и потом размешиваем его, размешиваем закваску по всему объему молочка. После этого ждем еще 3 минуты. В 3 минуты тщательно вносим молокосвертывающий фермент, развели его в 50 мл охлажденной кипяченой воды. И тщательно перемешиваем. Перемешать надо так, чтобы фермент распределился по всему объему молока. То есть, не только по кругу, но и вверх и вниз. После этого включаем секундомер и засекаем время. Нам надо определить точку флакуляции молока или точку начала образования сгустка. Для того, чтобы рассчитать потом точное время образования сгустка. Для того, чтобы определить точку начала образования, помещаем на поверхность молока простерилизованную кипятком капроновую крышечку. Каждые 5 минут проверяем крышечку. Сейчас она совершенно свободно крутится, как видите, и плавает. Как только она начнет прилипать, это и будет точка начала образования сгустка. Мы вам покажем. Через 15 минут крышечка прилипла. Ее поворачиваешь, она как бы на резиночке возвращается назад. Значит, сгусток начал формироваться. Мультипликатор или временной коэффициент для этого сорта сыра 3. То есть, умножаем 15 минут, которое прошло, на 3, получаем 45 минут. Соответственно, наш сгусток должен формироваться еще 30 минут. То есть, всего 45 минут. 15 уже прошло, значит, осталось 30. Накрываем кастрюльку крышечкой и стараемся поддерживать стабильную температуру, чтобы температура в процессе формирования сгустка у нас не изменялась. Желательно держать ее в пределах 31-32 градусов. И через 30 минут, друзья, мы вернемся и продолжим. Прошло 45 минут. Можем провести тест на чистое отделение. Разрезаем сгусток ножом. Разводим края. Если края такие чистые, если гладкий разрез и ничего не прилипает к ножу, значит, настало время резать сгусток. Режем на вертикальные столбики с размером где-то 1,5 см. Вначале разрезаем в одну сторону. И потом вторым разрезом разрезаем фенвендикулярно. Первым, чтобы у нас получились вертикальные столбики. Когда порезали сгусток, оставляем его так на 5 минут, чтобы вот эти столбики, чтобы они немножко уплотнили, чтобы сгусток начал отдавать сыворотку. А через 5 минут приступим к горизонтальной порезке. Через 5 минут порежем наши столбики по горизонтали. Если у вас нет лиры, то можно резать длинным ножом, ввести его просто под углом. Теперь, друзья, нам надо нагреть наш сгусток до температуры 40 градусов. Я включаю нагрев. Нагрев должен происходить примерно в течение 20 минут, не дольше. Все это время периодически помешиваем сгусток. Делаем это достаточно аккуратно, чтобы не раздробить его. В это время зерно будет уплотняться и отдавать сыворотку. Если остались где-то большие кусочки, то можем их разрезать вот прям шумовочкой, как делает Лариса. Но, в принципе, сильно мешать его не надо. То есть, в течение следующих 20 минут, пока мы поднимаем температуру, аккуратненько перемешиваем сырное зерно. Зерно нагрелось до температуры 40 градусов. Вот посмотрите, оно отдало сыворотку и так хорошенько уплотнилось. Продолжаем в течение 20 минут, поддерживая температуру 40 градусов, помешивать зерно. То есть, постоянно стоять его мешать не надо, но раз в 2-3 минуты аккуратненько брать вот так вот ложечкой и перемешивать. Через 20 минут сливаем сыворотку. Берем ковшик и отливаем сыворотку до того, как покажется сырное зерно. Ну, по максимуму отливаем ее. Причем сыворотку переносим в кастрюлю. Делаем это через друшлачок. Если у нас ковшик попадутся в кусочки зерна, мы их вернем назад к своим родственникам. Из сыворотки, пока будет прессоваться сыр, надо сделать рикотту. Потому что для варки сыра нам нужна сыворотка уже без белка. Как сделать рикотту, есть, в принципе, подробное видео у нас на канале. Но я сейчас вкратце расскажу. Вот у нас будет где-то 5 литров, может, 4,5 литра сыворотки. Нагреваем ее до температуры 93-94 градуса. Поддерживаем эту температуру в течение 10 минут. После этого добавляем в сыворотку 2 столовые ложки уксуса. И помешиваем. Рикотта всплывет на поверхность. Рикотта – это итальянский сывороточный сыр. Она всплывет на поверхность. Надо будет ее собрать шумовкой. И у нас получится чистая сыворотка, уже без белка, для того, чтобы варить наш халуми. Смотрите, мы отобрали сыворотку. Теперь нам надо приготовить формы для того, чтобы помещать в них сырный сгусток. Формы для прессования. Как я уже говорил, формы продезинфицированы. На этом этапе, если вы хотите в халуми добавить мяту, как раз сухую мяту можно вмешать в сырное зерно. Формочки, как я уже говорил, у нас без дна. Они стоят на дренажном поддоне. Снизу под каждую формочку положили еще дренажный коврик. Наполняем формы сыром. Ну, сырным зерном. Мы наполнили формы где-то наполовину. Ну, оно, зерно имеется в виду, подсядет. И будет головки где-то высотой, я думаю, 3 сантиметра. Наполняем все формочки, которые мы приготовили. Вот так вот разравниваем сыр, чтобы более-менее... То есть, идеально его выравнивать сверху не надо. Просто, чтобы была более-менее ровная поверхность. Сильно трамбовать тоже не надо. И оставляем на 15 минут самопрессоваться. Через 15 минут перевернем сыр в формах. Вот чем хороши формы без донышка, делается это вот так вот. Дренажный ковричик. И ставим. Точно так же делаем со всеми сырочками, которые мы приготовили. Если вы готовите в обычных формах с донышком, тогда лучше всего приложить как бы одну форму к другой и перевернуть. Сыр мягкий, его еще из формы доставать нельзя. То есть, если его достать, он может начать разваливаться. Поэтому лучше вот одну форму к другой, вот таким вот образом, и вот так вот перевернуть. Этот переворот мы делаем еще... То есть, это у нас второй переворот. Нам надо всего 4 раза перевернуть, чтобы сыр у нас самопрессовался в течение часа. То есть, всего 4 раза, каждые 15 минут переворачиваем сырок. Прошел час, друзья. И можно снять формы. У нас получается такой сырочек. Красивенький. Теперь его надо варить. Мы разогрели сыворотку до температуры 85 градусов. На дно кастрюли поместили вот такую вот решетку от микроволновки. Вот она такая с ножками. И теперь будем перемещать сюда сырок. Вооружившись той же шумовочкой... Сейчас Лариса покажет. Перекладываем сырочек. На решетку. Варим сыр при температуре 85 градусов примерно в течение 20-30 минут. Показателем, что сыр готов, будет то, что он всплывет в костюм. Видите, сейчас он как бы утонул и погрузился под слой сыворотки. И фактически лежит на решетке. Мы его варим до тех пор, пока он всплывет. Прошло 30 минут, и сырок всплыл. Видите, теперь он плавает на поверхности. Достаем его из сыворотки и перекладываем на решетку. Оставляем на решеточке минут на 15-20, чтобы он остыл. Видите, он сейчас такой очень-очень мягкий. Практически, ну не как желе, но такое... Дай мне ложечку. Вот такой вот, он достаточно мягкий. Надо подождать где-то минут 20, он остынет. И после этого будем... Ну, может, больше. Он именно должен... Он, наоборот, меньше должен, да. Потому что он еще тепленький, мы его сложить должны. То есть мы его складываем, ну да, пока он теплый. Потому что если он сильно остынет, мы же ничего с ним не сможем сделать. Давайте тогда засечем сейчас время, сколько он будет остывать. И сообщим вам. 10 минут остывал сырок. То есть он должен остыть не полностью, а так бы... Ну, чтобы его можно было руками вот так вот размять. Потому что в сыворотке он варился 85 градусов, очень горячий. Разминаю в такую лепешечку. И приготовили соль, чтобы его посолить. А не тоньше надо, Ларис? Нет, вот так. Ну, таким вот образом складываем. Ну, это классический, классический вид. Вот они на Кипре, именно халуми делают вот такой вот он. Как большой вареник получается. Точно так же сложим остальные сырочки. Он очень пластичный, мнется очень хорошо. Кстати, сыр халуми еще хорош тем. Его можно замораживать, как и моцареллу. После разморозки он не теряет вообще никаких своих свойств. Хранится в холодильнике он в течение 10 дней. То есть, свежий сыр можно хранить в холодильнике в течение 10 дней. Также можно хранить в рассоле. Ну, вот мы два сегодня пожарим, а два заморозим. Посолили все 4 головочки сыра. Ну, как головочками это назвать нельзя? Вареники. Посолили 4 вареника. Перекладываем его на дренажную решетку. Дадим ему полностью остыть и обсохнуть. Где-то в течение 2 часов. После этого сыр готов к употреблению. Ну, и мы сегодня же его и зажарим, и попробуем. Один халуми мы отправили в морозилку. И три подсохли. То есть, практически он сухой уже. Такие вот штучки получились классные. Что мы сейчас сделаем? Прежде чем этот сыр съедобный, мы уже тот, который отправили в морозилку, кусочек от него отрезали, попробовали. Реально очень вкусный. Перед дегустацией мы сейчас сделаем еще два варианта. То есть, дегустировать будем сырой сыр. Один пожарим на гриле. И один пожарим в панировке. Сейчас Лариса подготовит панировку. И мы вам покажем весь процесс. Итак, друзья, для кляра мы используем муку, панировочные сухари и яйцо. Обваливаем сырок в муке. Потом в яички. В панировочных сухариках. И на сковородочку, на сковородку, естественно, разогрели оливкового масла на нее. А я делаю на сковородке гриль. Тоже хорошо разогрел сковородку. И помещаю сюда сырочек. Еще вместо панировочных сухарей халуми можно, ну вот, последним, после яйца, обвалять в кунжутных семечках. Очень-очень вкусно получается. Вообще божественно. Но сырочек вот в кунжутных семечках, в панировочных сухарях, он как бы как десертный. То есть его классно кушать с медом, допустим, с варенькой. Ну вот мне очень нравится с черносмородиным вареньем. С вареньем из черносмородины. А сырок, который просто зажарен на сковородке гриль. Переворачиваем. Сырок, который просто зажарен на сковородке гриль. Его можно использовать для салатов. То есть, вот допустим, много листьев салатов, немножко овощей и несколько кусочков зажаренного халуми. Либо же просто, ну вот такой вот, как он есть, поджаренный. И в качестве закуски какой-нибудь подавать к столу. Сыр очень вкусный. Реально очень вкусный. Он немножко похож на моцареллу, но вот вкус очень сладкий, сливочно... Ну как, не очень сладкий, сладковатый, сливочно-молочный вкус. Ну просто потрясающий. При том, что он делается очень просто. Для нас это стало открытием с Ларисой. Переворачиваем еще раз, чтобы получить вот такой вот красивенький рисуночек. У тебя уже, наверное, готово, да? Ларису, мы можем снимать, которые в панировке. А свои я еще обжарю. Потрясающий сыр. Еще вот очень интересно, но мы его начали готовить уже осенью, вне сезона шашлыков. Мне очень интересно сделать шашлык из халуми. Он нарезается дольками, и на шампур надевается кусочек сыра, кусочек перчика, кусочек, ну, перчика сладкого, естественно, кусочек сыра, кусочек помидорчика. Таким образом формируется шашлычок. Видите, в чем прикол? Сам сыр, он не расплавляется, то есть у него образуется такая классная, красивая корочка, но при этом он сам не плавится, то есть он не растекается, ничего. Я думаю, что вот этого вот достаточно, да, Ларис? Снимаем. И будем, дорогие друзья, дегустировать наш халуми. Вот так вот все это выглядит, то есть вот так выглядит сам сыр халуми. Ну, так он и должен выглядеть. Единственное что, как опция, можно было, как я уже говорил, так традиционно делают на Кипре, можно было либо вмешать в него сухую мяту, либо посыпать его сухой мятой. Халуми, жареные в кляре с панировкой, и халуми, жареные на гриль сковородке. Давайте, дорогие друзья, пробовать. Так, друзья, сыр солнечного Кипра, халуми. Вначале свежий халуми. Как я уже говорил, вкус просто божественный. Немножко сладковатый, сливочно-молочный вкус. Ну, вот чуть-чуть похож на моцареллу. Но, если честно, по мне он вкуснее, чем моцарелла. Вот именно, чем свежий халуми, вкуснее, чем свежая моцарелла. Он более нежный. Очень вкусно. Давайте попробуем жареный. Опять же таки, изнутри сыр совершенно не потек. То есть, он сверху зажарился, а изнутри он остался такой же консистенцией, как он и был. Вот я его спокойно внутри накалываю вилкой. Вкусный запах жареного сыра. Обожаю жареный сыр. Это нечто. Это просто, ну, это шедеврально. Я в восторге в очередной раз. И не могу вам передать, насколько я в восторге. Насколько он вкусный, друзья. Это надо пробовать, надо делать. Причем, как вы видели, делается очень легко. И теперь гвоздь нашей программы. Вот это я люблю больше всего. Делаем так. Чик. Теперь сюда медика. Ну, как я уже говорил, можно варенька, можно смородинки, можно малинки. Можно сделать какой-нибудь сладкий соус. Много чего можно. Ну, я не могу передать, насколько это вкусно. Честно. Я очень люблю сыры. Сыры жареные я просто обожаю. Но это... Друзья, обязательно попробуйте приготовить этот сыр. Вы не сможете отравиться. Итак, с удовольствием представляем вам рецепт сыра халуми. Сыр невероятно вкусный. Просто невероятно. Но действительно отличный. В приготовлении очень простой. Никакого вызревания. Сегодня приготовили, сегодня и наслаждение получаете. Традиционно. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. На все комментарии мы с Ларисой отвечаем. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх, если видео вам понравилось. А мы, конечно же, для вас будем снимать новые рецепты сыров, рецепты колбас, рецепты алкоголя. Просто какие-нибудь несложные рецепты. Прошу прощения. Просто какие-нибудь несложные рецепты, друзья. Ну, и всего доброго. До новых встреч. Пока.